всем привет друзья также зрители моего канала гости подписчики и так сегодня хотелось бы рассказать показать с чем едят эмулятор damon ps2 единственный в своем роде эмулятор соньки на android единственный рабочий я так сказал есть эмулятор play там полное говно ни хрена не работает и вот первым делом скачиваю эмулятор заходим и его желательно купить потому что если вы будете пользоваться бесплатной версии там недоступны многие настройки недоступны профили и так далее также и нельзя подключать джойстики бесплатной версии и так поставили купили эмулятор чё на следующий шаг это у нас bios и нужно скачать bios и это американский bios вот у меня и европейский то есть каждой игре нужно будет выбирать свой bios либо европу либо америку вот killzone у меня европейский bios тут все под картинка показано да вот русский язык нарисованы и рядышком картинка европы ставим европейский bios если вы поставите несовместимую bios то возможно будут артефакты проблемы там полосы не полосы глюки в катсценах и так далее то есть перед запусками игры всегда удостоверьтесь что у вас стоит правильный bios чтобы не было проблем и так с bios ами мы разобрались пойдемте по настройкам так показ фпс включаем отключаем если надо тоже можно включить показать информацию об устройстве там показывается название телефона версии android и версии openjl так соотношение сторон четыре на три нативная то есть такое соотношение которое было на соньки 2 либо встречи то скрин так это у нас растягивание по всему экрану лично мне растягивание не нравится все выглядит при плюс ну то как-то по уродски я всегда играю в 43 разрешение рендеринга это у нас разрешение игры то есть чем выше тем больше напряг на производительность смартфона так есть маленькая тут загвоздка если вы запустите допустим игру в 1x либо в 3x и будете применять всякие профили то есть не вручную будете настраивать а именно профиль переключать у вас при следующей загрузке игра сбросится на 2x и больше никакое разрешение не будет доступно для этой игры чтоб это исправить нужно будет чистить данное приложение тогда можно будет снова выбрать любое разрешение игры но следующий раз не надо будет применять профили чтобы в основа не скинулась на 2x то есть настраиваем вручную настройки вручную чтобы у вас сохранилась данное разрешение да это косяк эмулятора и он очень напрягает допустим я хочу быстренько потестировать игру до в 1x либо в 3x нажал на профиль но не получается мне настроить да вот вручную по привычке беру и включая профиль все у нас автоматической игре присваиваться 2x и изменить это может только сброса настроек самого приложения так вращение экрана тут автомара автоповорот можно включить либо контролируется системой так аудио в аудио я ничего не трогаю все по дефолту стоит но можно отключить звук кому не надо я думаю вряд ли кто без звука играет режим синхронизации тут я тоже ничего не трогаю управление можно включить выключить на экраны управления на джойстике играет чтобы вам не мозолила глаза сенсорное управление то выключаем вибрация кому надо включаем вход в геймпад так насчет геймпадов пробовал я подключать на еще на realme 3 pro на huawei nova 5t джойстик от xbox 360 у меня эмулятор его не увидел простой дешманский джойстик с dns за косарь видит спокойно но у меня перепутаны все кнопки там где должен быть треугольник там какого-то хрена крестик где должен быть кружок там квадрат и так далее на l1 r1 стоят вообще у меня у 3 то есть нажатия на соски так чего у нас еще изменить сенсорное управление тут настраиваем кому как удобно единственная претензия у меня к данному эмулятору то что нельзя увеличивать уменьшать кнопки вот эту крестовину я бы вообще маленько сделал потому что жопоруки разработчик данного продукта какого-то хрена не настроил сенсорную сетку вот допустим мы играем до бежим вот челан там персонажем и вот у нас грибок задевает кнопку лево на крестовине она будет срабатывать такого быть не должно либо вот мы крутим камеру до главного персонажа и у нас поочередно вот сосед соседские кнопки тоже будут нажиматься да это очень хреновый такой косяк в данном эмуляторе меня это очень напрягает так что лучше играть в этот эмуль через геймпад чтобы у вас не было всяких вот этих загвоздок с управлением потому что вот но нельзя уменьшить кнопки вот эти вот почему маленькие неудобного целиться даже вот крестовина здоровая рядом мешает ее плату выбирать что ли чтоб спокойно стик тянешь там чтобы ничего рядом не нажималось это меня вот раздражает вот эти кнопки 12 это комбо кнопки сейчас я них расскажу вот они находятся комбо кнопки очень удобная штука делаем комбинацию кнопок на одно нажатие так система пропустить биос так это недоступные настройки короче тут можно менять слоты сохранение либо 2 либо 4 либо 10 кому как удобнее до эмулятор не идеальный много игр идут с артефактами с артефактами низкий fps вылитые ошибки и так далее также еще хотел рассказать многие встречаются с тем то что эмулятор пишет данный образ не является образом playstation 2 что нужно сделать вот будет такую же ошибку писать хотя образ для соньки 2 ну вот этого образа я mortal kombat нажимают у меня для гейм кубы вот бывают образы соньки 2 также вот не видит нажимаешь и не удается запустить так вылетел у меня эмулятор так сейчас снова зайдем нужно сделать расширенный поиск сканирование позову нажимаем сканировать позову и нажимаем авто сканирование и все эмулятор найдет ваши игрушки и определить их как образ для playstation 2 сейчас у меня пока одна игра скачан это killzone больше мне образов нету вот сейчас на примере killzone покажу детально чё как там настраивать примерно расскажу как убирать артефакты и так далее также еще хотел сказать есть проблемы с некоторыми играми имеющий русский перевод особенности у нас когда пишется сейчас покажу запускайся вот видите внизу android 10 с 1 3 open gel то есть 3 1 с 52 803 вот здесь если пишет норк норк то вот с этими образами частенько проблемы бывают костлевание как она забыл название короче вот норк образа переведенный на русский язык имеет артефакты еще с какой-то игрой сталкивался тоже норк писала тоже глюки короче лагает скачал нормальный образ там слез слуз все ништяк стала забыл есть образы которые не видит эмулятор сейчас я говорил да там включить автопоиск также есть игры которые даже не помогают которым не помогает автопоиск по образом то значит в игре стоит мультилоадер то есть загрузчик языков это встречается в играх переведенных на русский язык то есть в самом образе стоит загрузчик языков их там много то старайтесь качать игры без мультилоадера это обычно указывается на сайте где вы качаете игры так что пойдем по настройкам нажимаем режим отладки вот здесь вылазит такое меню по центру находятся у нас три вида профилей это настройки по умолчанию самым быстро чисто кадров и лучшая совместимость кому трудно разобраться в ручных настройках то пробуйте вот эти профили так пойдем по пунктам сиз настройки скорости это у нас что-то подобное пропуску кадров тоже индивидуально работает в каких-то играх может на три хорошо идти игра каких-то на нуле но если у вас мощное устройство то лучше всегда ставить на ноль игра будет идти плавно без рывков и так далее 1 2 3 это уже работает как пропуск кадров ей и настройка скорости ей и помогает у нас с некоторыми ошибками типа адрес map и так далее ставим на дню ручку выходим из игры и снова заходим бывает помогает в настройка скорости в отвечает у нас за артефакты в основном всегда лучше ставить на 0 при 1 2 3 у нас бывают мерцают текстуры полосы полосы появляются какие-то там артефакты и так далее гличи так иркс и ирк 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 и эти две настройки не трогаем это это херня не понял зачем отвечает вообще не трогайте две настройки ирм так ирм ставим на выключены практически всегда на выключено держим помогает и избавиться нам от мерцающих текстур вот выключен ставим и текстуре перестают мерцать в играх где мерцают rsi rsi у нас тоже отвечает за артефакты drs ставим выключенной и меняем rsi с 0 до 5 выше ставить я смысла не вижу в основном помогает бороться с артефактами от 0 до 5 помогает избавиться от глюков в некоторых гонках так ускоренная обработка рендеринг в текстуру насколько помню вроде помогает нам с отображением инверторя текста в devil my cry 1 по моему ставишь на выключенную нас начинают отображаться жизни вверху текст но падает fps также в некоторых играх добавляет фпс либо наоборот короче нужно тестировать быстрее альфа тест тоже настройка действует тоже на появление теней некоторых играх таких как резидент ой резидент говорю сайва hill origins в состоянии выключены по моему добавляет нам тени на главного персонажа так быстрее графические эффекты рендеринга тоже вид хака тоже индивидуально может ускорить может замедлить игру я что-то какого-то вот действие от нее не замечал фикс дублированного ореола были пару игрушек может там пару-тройку в автоматическом включении избавляет уже от каких-то артефактов в основном артефакты там насти такие публики какие-то отзеркаливания вот эти настройки не помогают избавиться от этих видов глюков так все по настройкам проехались по этим каждая игра настраивается индивидуально здесь нету одного такого профиля допустим либо одних настроек на которых будут летать все игры нет это вам не дельфин это на долфине там пару галок поставил и меняешь только эмулируемую частоту кадров вот эмулируемую частоту процессор где нет здесь такого нету здесь все индивидуально для каждой игры также хотел дополнить данное видео по минимальным системным требованиям системные требованиям данного эмулятора у нас такие если в игре артефакты то вам 9999 снап не поможет то это никак не решается вот с низкий fps да может нам помочь более мощный проц но вот в 1x допустим для многих игр минимальным с процессором у нас будет snapdragon 720 730 то есть вот на этих процессорах вы можете спокойно играть во множество игр которые идут в списке совместимости список совместимости у нас есть на 4pd там уважаемый куратор у нас все по полочкам разложил есть гейм тесты список игр играбельных неиграбельных проходимых непроходимых и так далее так вот вот от себя скажу у меня было много смартфонов за последние два года то минимальные вот системные требования для этого эмулятора это snap 720 730 и возможно даже 675 подойдет потому что я посмотрел на зарубежных каналах видосы про 675 он в принципе тянет на уровне 730 да он 675 будет лучше даже чем 710 а все из-за того то что в 675 у нас стоит архитектура cortex a76 то есть чем мощнее на поток процессоре 1 поток можно узнать из такого бенчмарка geekbench 4 версии или 5 и там уже ориентируется как придет эмулятор еще из киринов могу посоветовать из минимум 810 кирин хороший процессор не тратит идеальный там типа от вот у него тоже смотрел много тестов даже сам юзал у меня друг покупал и этот хонор 9x на кирине 810 отличный процессор не подойдет он только для эмулятора цитры потому что цитра у нас оптимизирована только под снабдриган а так 810 кирин будет на уровне 720 примерно 732 снаба плюс-минус они одинаковы будут также хочу рассказать по поводу троттлинга да если у вас устройство любит стресс то есть его чуть-чуть напрягли там какими тимулятором dolphin там дам нпс к тяжелой игру он начинает скидывать частоты да у меня есть видос на канале где я запустил на кирине 980 got of war вторую часть вроде или 1 1 по моему и там мы видим у нас устройство нагревается до 55 и через 10 минут уже игра не 60 fps идет в 3540 и это случается каждый там 5-7 минут мы играем 5 минут 60 fps остальные пять минут там 10 мы бегаем в 35 40 fps то вот перед тем как играть или покупать устройство для эмуляторов нужно удостовериться в том то что в нем не будет троттлинга одни из самых горячих вот процессоров вот за последние годы это у нас кирин 980 и snapdragon 845 вот эти до процесс они сильно стрессуют в играх в этих эмуляторах сильные просадки даже такого нету 700 серии snap of то есть я вот на 720 игра у меня игра прет там 50 fps да и она так и будет часа 2 3 идти вот я прошел готова недавно через данный эмулятор все отлично всю игру мне fps держался там 50 60 это это я играл сейчас скрин рекордом скрин рекордом скрин рекордом тоже живет а так все идеально на кирине 980 на хвойного 5 то я пытался пройти год of war меня титана за просто заколебали играешь 5 минут нормально а потом начинается просадки fps устройство такое горячее что ужас тут мне звонит что это кто-то кто-то такой овощи где отсюда я виду ролик снимаю лет звонят всякие реклама блять то кредиты предлагают то еще кань чепуха заебали конкретно заколебался уже в черном список кидать ну ладно не будем отходить темы ролик я тоже вырезать это не буду лишние трата времени так что вот минимальная система на требования это у нас на 720 732 765 это вот минимум чтобы комфортно играть в 1x во многих играх файтинги типа текенов 700 линейка уже не потянет там нужно 855 865 снаб до таки нас одна из самых тяжелых игр списке совместимых так что вот кому помог по настройкам также пишем чего у кого как идет всем спасибо за внимание всем пока всегда рад помочь пишите спрашивайте никогда не отказываю пишите что за тестить спрашивайте интересуйтесь всегда рад помочь всем пока